Если мы серьезно относимся к фактам, правде и лжи, если мы не можем разделить серьезные споры и пропаганду, то у нас проблема. Вокруг очень много активной дезинформации, хорошо упакованной, неразличимой. В интернете столько информации, что неясно, чему можно верить, особенно, когда дело касается политики. Человек, стоящий за самыми популярными фейковыми новостями последних лет, считает победу Дональда Трампа своей заслугой. Во времена, когда поделиться новостью легче, чем проверить ее, бороться за правду сложно. Мы серьезно относимся к дезинформации. Facebook отстранит сайты, публикующие лженовости от своей рекламы. Google объявил, что запретит сайтам с фейками использовать свою систему рекламных объявлений. Twitter выбрал другой подход. Новая функция позволяет пользователям заглушать ключевые слова, фразы или даже целое обсуждение. Скользкая дорожка. Эти попытки превратить Фейсбук и Гугл в цензоров. Новость кому-то не понравилась, вызвала сомнения и ее убрали. Это опасно. Очень скользкая дорожка. Вы доверите эти решения подросткам из Твиттера? В итоге лекарство может быть опаснее болезни. Редактор субтитров А.Семкин